Детектив продолжается Также с нами действительно связался Председатель ТСЖ Северное Никуда он не прячется Хотя его пытались объявить мошенникам Но я предлагаю поговорить на другую тему Это тема На поверхности Это очередной скандал с квитанциями Да, Александр, на прошлой неделе мы стали свидетелями Очередного скандала Жители Апатит получили астрономические счета За квартиры И как писали СМИ Эти суммы выросли чуть ли не в сто раз Ну, существует мнение Что это такая была диверсия Можно сказать, политическая На самом деле, когда главный жилищный инспектор Алена Курсникова туда отправилась Она констатировала, что и не в сто, и не в 60 Не все так страшно Но тем не менее, там были случаи, как я понимаю Когда в квитанциях жителей Апатитов Оказывались мурманчане Когда вообще другие лицевые счета Указывались Но дело тут даже не в размерах Платежей, которые пришли А в том, что это часто встречается Они уже даже практически Северяне не реагируют на эти случаи Ну, бурно, да? Двойные квитанции Ошибки в счетах Я вспоминаю, когда Заработали единые кассовые центры У нас в Мурманске И вышел ЕПД И платежный документ Портонародных квитанций К нему относились очень серьезно Но когда на смену нашим ЖЭО Пришли управляющие компании То этот документ зачастую Начал носить характер Просто фиткина и грамот Ну да, мы вполне могли бы Сегодняшнюю программу назвать Как платежная фиткина грамота Или еще вообще смешное название У меня в голову пришло Дебилинг населения Но я предлагаю назвать Более консервативный Просто билинг Я соглашаюсь Давай наше дело Так назовем В школе мы заговорили Про ошибках в квитанциях Жителей Апатита То я предлагаю посмотреть Небольшой фрагмент сюжета Подготовленцы компании Альфа Плюс То, что квитанции приходят с задержкой Не самое страшное Куда важнее суммы Начисленные за потребление Коммунальных ресурсов Например, немыслимые показания Расхода горячей воды на ОДН Задолженности И удвоенные суммы Предъявленные к оплате Внятного ответа Почему и что это Долго не давали Ни ресурсно-собжающие организации Водоканал и ТГК Ни управляющие компании В частности Апатита Комфорт Как пояснили представители Перечисленных предприятий Проблемы возникли Из-за реорганизации Работы Кресса Биллинговой компанией С которой у ресурсников И у Апатиты Комфорт Были заключены договоры На выпуск квитанции И это при том Что цены за свои услуги Кресс устанавливала солидные 8 рублей за квитанцию Ну, коль уж в Апатиты съездила Главный жилищный инспектор Кузнецова Давайте послушаем То, что она сказала Тут и управляющая компания И биллинговый центр виноват В любом случае Управляющая компания Даже если подала Неправильные данные Для расчета То биллинговый центр Как-то должен проверять Все-таки Большие начисления По коммунальным услугам То есть тут, мне кажется Как бы такая Обоюдная вина Алена Кузнецова Главный жилищный инспектор Мурманской области Работает в сфере ЖКХ С 2006 года Организатор и руководитель Ряда компаний От биллинга До управляющих организаций Разработчик технологий Методик работы И договорных отношений В сфере ЖКХ Специалист в области Информационных технологий Соучредитель и организатор Клуба ЖКХ Инфраструктура и энергетика Координатор проекта Кадровый резерв В Мурманской области Дело в том, что Все последние Несколько лет Когда происходил Передел рынка Приходили управляющие компании Приходили новые Расчетные центры Практически у всех Шли квитанции В начале с ошибками Просто тут Вызывает вопрос Именно то, что Кресс давно выпускает Квитанции Для аппетита комфорт И в этом случае Ошибок быть не должно Я надеюсь, что Алена Кузнецова На меня не обидится Мы все знаем ее Как хорошего профессионала Как руководителя проекта Кадровый резерв У нее много всяких Чуть ли не ученых степеней И опыт огромный Работа в ЖКХ Но мы не злопамятные Просто мы злые Память у нас хорошая И в нашем архиве Арктик ТВ Много чего хранится И я нашла сюжет Четырехлетней давности Когда та же Алена Кузнецова Возглавляла единый расчетный центр Я помню это время Вы помните эту историю И это километровые очереди Люди, которые Не знают То ли смеяться Или плакать И в этих ЕПД Цифры За свет Или там За газ Я не помню С количества нулей Сколько? Если 8 миллионов Предлагали бабушке Заплатить за свет За газ я доложна Сейчас скажу 8 300 Тоже 8 миллионов С чем-то С заработной платой В 9 тысяч рублей Мурманчанке Любови Анатольевне Расплачиваться за один Только газ Придется лет 700 То, что в январской Квитанции указано За должность Аж с шестью нулями Пенсионерка отнеслась С юмором Говорит, все понятное Произошел сбой системы Но все же Если ошибку в компьютере Не исправить Страшно представить Сколько в следующем месяце Начислят пени за неуплату Мне кажется На рублевке Люди столько не платят За квартиры Сколько я должна Вот на рублевке Мое мнение Это я должна За веселинский округ Разоплатить Мне на работе смеются У вас газовая труба В квартире проходит Украина Из Белоруссии дружу Долг Нины Федоровны За то же голубое топливо Немного побольше На полмиллиона Сейчас женщина смеется Но вчера, говорит Когда получила квитанцию Приходила в себя таблетками Я говорю, что я в больницу не попала Да хорошо Муж с сыном Меня стали уже успокаивать А потом смеялись Мы рассмеялись целый час 100 тысяч рублей за тепло 200 за подогрев воды Миллионы рублей за газ Ошибки в новых квитанциях За коммунальные услуги У каждого в этой очереди Часть возмущенных Еще мерзнет на улице Те же, кто уже отстоял часа три Близки к разгадке математического казуса Вы идите кто-нибудь Скажите, кому вопросы задавать Ну я думаю, что мурманщане могут простить эти ошибки Потому что это было на начальном этапе развития Так сказать, нашего единого Причислительного центра Потом-то, надо признаться Они наладили работу И работали очень хорошо И они выполняли не только задачи билингового центра Но и занимались пенсионной работой И мы знаем случаи, когда выходили в суды И требовали задолжников оплату коммунальных платежей Ситуация такая по всей области В общем-то, с УКРЭС и управляющей компанией Многие расторгли договоры с расчетным центром Ввиду как раз непонятной ситуации С очень поздними сроками выпуска квитанций Постоянными какими-то ошибками Конечно, в меньшем объеме Но любые ошибки в платежном документе В общем-то, это такое серьезное дело Потому что это документ Документ дальше для оплаты жителям Для того, чтобы получить льготы и субсидии Но это документ, который должен быть правильным Безусловно И поэтому в настоящий момент От УКРЭС, например, в том числе В МУК МРИФС очень большие объемы перешли Может быть, связано с тем Что как раз в целом Расчетный центр лихорадит Поэтому периодически вот такие всплески встречаются Билинговые центры как таковые То есть они являются Либо в структуре управляющей компании Либо это какое-то агентирование То есть перенос обязанностей управляющей компании По расчетам в билинговый центр Поэтому в этом плане Управляющая компания может и сама выпускать Платежные документы Другой вопрос, что как правило У управляющей компании не хватает Ресурсов человеческих Или, например, профессиональных В плане того, что нет профессионалов Которые бы могли выполнить расчеты Поэтому тут, в общем-то, свободный рынок Как с управляющими компаниями Так и с расчетными центрами Хотя, конечно, сложно потом Очень много частных расчетных центров Они, в общем-то, очень часто не отвечают За то, что они делают Мне вообще интересно для себя Понять масштабы Какое количество у нас таких билинговых центров Расчетных центров Какие из них муниципальные Какие из них частные Какие из них просто аффилированы Управляющими компаниями Вот, допустим, в истории с апатитами Фигурировала ООО «Кресс» Мне уже казалось После всех этих громких дел с «Крессом» Что он перестал свою деятельность Тем не менее Вот какие-то там остатки Еще существуют Но я думаю, что после этого скандала С ними попрощаются Окончательные бесповороты На самом деле их несколько десятков Если рассматривать самые маленькие Или в структуре управляющих компаний Число их постоянно меняется Потому что практически ежемесячно Либо управляющая компания Какая-нибудь начинает свои расчеты Либо наоборот переходит куда-то По расчетам Более крупные расчетные центры Посмотрев Особенно когда организуются Прямые платежи В адрес ресурсоснабжающих организаций И управляющие компании Лишившиеся ресурсных денег Как правило Понимают, что им невыгодно Печать платежных документов По содержанию и ремонту Переходят в более крупные Биллинговые центры Вот уже в МУП «Мривсон» Идет очень большой поток Новых заявок Ввиду того, что это понятно И практически один из Оставшихся МУПов на плаву То есть можно сказать, что это Такое государственное На уровне местного самоправления Государственный центр Сейчас законодательных Каких-то полномочий Со стороны муниципалитета Или субъекта Заставить кого-то перейти То есть это всегда Процесс переговоров Александр, во всем Как обычно виноваты деньги Насколько я знаю Что на сегодняшний момент Существует порядка Шести биллинговых центров В городе Один из них Является муниципальным Остальные все частные Дело в том, что на сегодняшний момент Законодательство не запрещает Иметь частные биллинговые центры И так как услуги биллинга Не дешевые Это примерно полтора процента От общего денежного потока То соответственно Управляющим компаниям Выгодно держать Свои биллинговые центры Но Они не вкладывают туда средств Поэтому у них нет Программного обеспечения Нет баз данных И поэтому Иногда мы с вами получаем Единый платежный документ И цифры Которые там значатся Иногда взяты с потолка Я Познакомилась с человеком Он не стал представляться Тоже готовила сюжет Для очередной программы Типичный случай Человек разочарован во всем Но его история Ярко иллюстрирует Что мало того Что их много Этих биллинговых центров Ну они то исчезают Как грибы То они вырастают То исчезают Но они не делятся данными Вот представьте Человек уже заплатил Да Он заплатил за свет На Как бы в последний момент Существовании кресса Крессу А теперь Управляющая компания Которая выставляет Заново квитанцию Снова ему Этот Претензии Выдвигает Там сумма Для человека Большая 9 тысяч рублей И он не может доказать То есть вот эта вот бумажка С чеком Не является По-видимому Доказательством Наш свидетель считает Что управляющие компании Совершенно не видят жильца А в расчетных центрах Приходится иметь дело С некомпетентными людьми В итоге с него Второй раз Пытаются взыскать Крупную сумму За электроэнергию Наличие чека И оплаченной ранее Квитанции Для коммунальщиков Не аргумент Я Последний месяц Существования кресса Уплатил 9 тысяч за электроэнергию Сейчас эти 9 тысяч Мне приходят долгом В конце года Квитанция затерялась Работник Урса Нахлобыстова 26 Говорит Что вот этот платежный документ Для нее не документ Надо писать куда-то запросы Куда она не знает Ну что еще Что еще Это полное безобразие Ну Совершенно верно И вот Недавно Слушая Просматривая первый канал Увидел заявление Нашего премьер-министра Медведева Который Выразил мысль О том Что все-таки ЖКХ На сегодняшний момент Как бы Весь этот бизнес Нужно лицензировать Я считаю Что это абсолютно Грамотная мысль На сегодняшний момент Но вместе с управляющими компаниями Которые попадут Под лицензирование Нужно сделать Чтобы и биллинговые компании Тоже попали Под лицензирование Потому что на сегодняшний момент Трудно поспорить Что при Вот Всей этой системе ЖКХ В ходе В рыночную экономику Требуются Честные Прозрачные отношения Между участниками И как раз Такие биллинговые компании Или одна биллинговая компания Что еще лучше Значит Может выступить Гарантом Таких отношений И самое главное Важно Чтобы эта биллинговая компания Причинялась Не участникам А либо муниципалитетам Либо Областной власти Вы подробнее Пожалуйста С этого места Вообще На уровне горсовета На уровне муниципальных властей Есть такие задумки Минифицировать Ну знаете Селенки то есть Как вот это все прекратить Сказать Рынок Свобода Как это предпринимательство Ну знаете Мы к сожалению Такими вопросами не занимаемся Я думаю Что это все таки Прерогатило Дума А знаю Государственная дума Но тем не менее Если премьер Такую мысль выразил Я думаю Что она получит Непосредственно уже Какое-то движение И в скором времени Скорее всего И выходы другого Мое личное мнение Я не вижу Весь этот бизнес Станет лицензируемым И тогда я думаю Порядка будет больше Ну в одной из наших программ Уже принимал участие Эксперт Коммунального детектива Вадим Петров Который три года Работал стажироваться В Германии И как раз В Европе Все давно уже Лицензируется Давайте его послушаем Эксперт программы Коммунальный детектив Вадим Петров Против монополизации Биллинга Одной компанией Однако считает Российские власти Допустили роковую ошибку Позволив управляющим компаниям Бесконтрольно Печатать квитанции Где им вздумается Так например В доме номер 4 По улице Осипенко Люди получали По три квитанции От разных конкурентов В Германии Такое было бы невозможно Нужно вводить лицензирование Пускай у нас будет действительно Чтобы не разрушить рынок Потому что я часто слышу От властей Я даже от уровня министров Которые говорят о том Что мы должны одну компанию Оставить Которая выпускает И так далее Я думаю что нет Нужно раз в 4 Может 5 лет 3 года Проводить конкурс Среди компаний Которые способны Оказывать биллинговые услуги Должны депутаты Конечно влиять На этот процесс Которые знают свой округ Знают там проблемы Которые есть там И скажем так Если установлено Что именно эта компания Будет Как бы она ни называлась Так сказать Выпускает И производит расчеты Для этой части округа То управляющие компании Уже будут бегать к ней И доказывать О том Что именно она Управляющая компания Так же как мы сегодня Вынуждены Так сказать Когда проходят выборы На доме Приходить к ресурснику И говорить Что дом наш Заключите договор с нами То же самое Просто должно работать И с биллингом Выпуском квитанции И вот кстати Вадим Петров Сказал что Монополизировать То не надо Ну вот на его взгляд Да И в принципе Монополии в Европе Не существует Как такового Да Вот если цензировать А кто говорит Там о монополизации На самом деле Нужно просто Один регулятор Который может Как раз Выступить Биллинговый центр Муниципальный Допустим на уровне города И обязать Вот эти частные компании Управляющие Работать Непосредственно С этим биллинговым центром Делиться Сведениями Пусть это будет тариф Делиться сведениями Чтобы база была единственная У нас же есть Допустим Кадастровый учет Да Соответственно Это одна организация И все сведения О собственниках О землях О имуществе недвижимом Они формируются В одну единую базу Почему бы Это не сделать Непосредственно Вот в сфере ЖКХ Это правильно Либо это должно быть Система муниципальных центров Либо это должен быть Государственный Какой-то центр То есть государственный В плане региональный Другой вопрос Что законодательность Сейчас такой возможности нет Но мы знаем Что законодательство ЖКХ Меняется очень быстро В том числе сейчас Как обсуждалось раньше Возможность ЦРО Для управляющих компаний Обязательности именно ЦРО Сейчас обсуждается Необходимость лицензирования Ввиду того Что управляющие компании В общем-то Очень часто Не отвечают За свои действия Тогда бы исчезли Вот эти двойные квитанции Естественно Потому что в принципе Даже место печати Оно было бы одно Или по крайней мере Сведения В тот же Марифт Стекались Да Более того Если это сделать На государственном уровне То соответственно Можно обмениваться информацией На уровне уже Субъектов Федерации Сначала Муниципалитетов Потом регионов Потом субъектов Федерации Правильно По поводу Субъекта Федерации Опять-таки Видео из архива Кто только Не мечтал Сесть на этот Денежный поток Ну и крупноуправляющие Компании И Вот межрегиональные Всевозможные Организации В декабре 2009 Года В Мурманске Заявила О своих Амбициозных Планах Энергосбутовая Компания Которая Заодно Продвигала Бейбилинг И я вообще Удивилась Когда на эту Пресс-конференцию Я увидела Рядом с генеральным Директором По развитию регионов В качестве Консультанта Елену Прибыткову Я как бы Да И она На этой пресс-конференции Выступала Говорила Как это хорошо Я с уважением Отношусь к ее талантам Она неплохой финансист Да Как бывший финансист Но то что В принципе Она показала Что Ее талант Всегда видит лазейки Да В прорехах Законодательства ЖКХ Это да И давайте просто Послушаем Что она на тот момент Говорила Компания Правда Конула в лету Я не знаю Что им помешало Запуститься Но как раз Елена Прибыткова Говорила Что главная цель Такого расчетного Центра Это обеспечить Прозрачность Из прохождения денег Из кармана Квартиросъемщика До ресурсоснабжающей Организации А теперь Насколько мы знаем Собственно Больше всего вопросов По крайней мере Вот у ЖТС Именно к Елене Прибытковой И к ее управляющей компании В декабре 2009 года В Мурманск Попыталась зайти Со своим биллингом Межрегиональная Энергосбытовая компания Менеджеры обещали Что их услуга Будет на 35% Дешевле Чем у конкурентов У нас есть Пилотные проекты В Московской области Есть пилотный проект В Санкт-Петербурге Есть пилотный проект В Ленинградской области И сегодня мы говорим О том, что мы Будем присутствовать На рынке Мурманской области Города Мурманска Для того, чтобы не было Каких-то Разговоров Инсинуаций Рассуждений Лишних Каких-то Движений Мы собрали Вас Для того, чтобы донести Широкому кругу Общественности Поскольку для нас Очень важно Общение Непосредственно С жителями города То, что Действительно Мы на этот рынок Выходим И на этом рынке У нас Без всякого сомнения Есть стабильные партнеры В частности ТГК-1 Которая является Межтерриториальной Компанией Так же, как и мы И Собственники Которые являются Компанией федеральной Прямого подчинения Непосредственно Аппарату Премьера Поэтому Сегодня мы говорим О том, что Создается определенная Структура В которой Произойдет Централизация И Постановка Под Государственный Контроль Тех потоков Которые Без всякого сомнения Сегодня Актуальны Для Населения Целью создания Такой системы Являлось Максимальное Удешевление Этого процесса Для Жителей То есть Уменьшение Стоимости Биллинга И Быстрейшее Скорейшее Доведение Денежных Потоков До поставщиков Коммунальных Услуг Надо Какой-то Наверное Вывод Сделать Для себя И для зрителей То есть Что же Все-таки Нам необходимо Делать И в принципе Я смотрю В последнее время Власти говорят Нет, мы конечно Так не должны Говорить Это конечно Мы так не должны Говорить, но когда видят Уже полную кашу С квитанцами Не платить Вот в принципе В результате всей Этой реформы И в результате Этого дебилинга Населения Мы добились Низкой платежной Дисциплины Конечно Люди на сегодняшний момент Сомневаются Кому платить И собственно говоря Это конечно Неправильно Но с другой стороны Понять можно Они просто Опасаются за то Что в итоге Получательного платежа Будет не та организация Которая предоставляла Услуги Слава богу Такого еще не случилось И власти гарантировали О том Что вы можете платить По одной из квитанций Все это будет засчитано Но это было все сделано На уровне Частных Личных договоренностей И Высокая вероятность Того Что можно заплатить По такой двойной квитанции И больше этих денег Никогда не вернуть Так а что же делать И вот мы сейчас С этим разговором Пугаем людей Депутатам на всех уровнях Работать Депутатам городского совета Выходить с законодательной Инициативой В область Областным На уровне Государственной думы С законодательной Инициативой По лицензированию Лицензированию Данного вида деятельности Нужно вводить Новые регуляторы Новые механизмы Непосредственно В сферу ЖПХ Все равно Я как квартиросъемщик Оставляю Выбор за собой Платить мне Или ждать решения Суда Потому что Ну вот как я проверю Подлинность Вот этого ИПД Потому что действительно Это все превратилось В бумажки А подлинность Можно проверить Только одним способом У вас есть на руках Договор С управляющей компанией Вот кто Значится в этом договоре Непосредственно Этому адресату Вы должны платить А если у вас на руках Нет этого договора То соответственно И Вы можете и не знать О том Кто вам предоставляет Есть же еще один выход Да я так понимаю Кроме лицензирования Биллинговых центров Сейчас очень часто говорят О прямых платежах Ресурсникам Когда человек Будет понимать Да вот Это я заплатил за тепло Если долг копится Это лично мой долг И То же самое Со стороны ресурсников Они понимают Кому претензии выставлять Сидорову, Петрову Банечкину А не какой-то Управляющей компании Которые сегодня есть Завтра нет Ну есть такой Европейский опыт Когда непосредственно Не дом Многоквартирный Да И там Не какое-то Юридическое лицо Которое управляет Этим домом Непосредственно Каждый квартиросъемщик Заключает прямой договор С ресурсно-снабжающей Организацией Такая практика есть Но насколько она Применима для наших условий Потому что Ну что там признаться У нас бывают свинцой И соответственно И наши энергоснабжающие Ресурсно-снабжающие Организации У многих Не налажено Так скажем Прием Граждан И не очень-то хочется Бежать Заключать прямой договор Отставить очереди И так далее Здесь возникают вопросы Ну вот я предлагаю Как раз в следующей программе Поговорить о так называемом Непосредственном управлении Для меня это было открытие Что вообще В жилищном кодексе Это одна из форм Причем она за номером один Числится Да Непосредственное управление Это СЖ Управляющий И разобраться Со всеми подводными камнями Которые ждут людей Если они выберут Такую форму управления С вами Я думаю Что и зрителям Это будет очень интересно Мало кто знает Что существует Альтернатива ТСЖ Управляющим компаниям И жилищный кодекс Дает нам Такую возможность Взять управление Домом в свои руки Без образования Юридического лица Такая форма Очень распространена В Европе Москве Сочи А в Нурманской области По такому принципу Управляется большинство Многоэтажек В Североморске Вот только жителям Поселка Верхний Туломский Никак не удается Избавиться От фантастических Услуг Управляющей компанией Расторгнуть договор И платить напрямую Ресурсникам За зиму у нас Один раз трактор проехал Остальное сами Мы все везде убираем Уборка территория наша Лампочек нам не дают В коридорах у нас Ремонт никогда не производился Наш дом Барак Он построен с 69-го года У него опилки Между стен там нету У нас даже отопления нет дома У нас проходит Обычная труба Вокруг дома Вокруг здания Внутри дома проходит Круг делает И обратно уходит ТЭЦ И все У нас батареи в нашем домах нету Которые в бараках И там у нас Общедомовое имущество Вход Подъезд И сразу квартира Началась У нас подъездов нету У нас чердака нету У нас подвала нету То есть общедомовое имущество 2,4 квадратных метра Всего И там труба проходит Метровая труба Которая кстати говоря Если эта труба Проходит Относится ТЭЦу Труба То есть он проходит Через мою территорию Так он должен за аренду Мне платить Почему администрация Вставляет палки в колеса Энтузиастам Что мешает людям Воспользоваться их правом Теория и практика Непосредственного управления В следующей программе Коммунальный детектив Наше расследование Будет продолжаться Смотрите программу Коммунальный детектив По понедельникам На канале Арктик ТВ Программа Коммунальный детектив Благодарит за помощь В проведении съемок Ресторан-пиццерию Корлеона